Музыка Часть первая. Старые открытки. Кэльвэн, Тэлямол. Какое вино, такая и любовь. Раз за разом Бурсак становился смелее и шутками пытался вызвать у мадам В. Возможно, то чувство, с которым она засыпает. Тетушка возила их на целебный бемлюк и на обратном пути в сумерках, когда, кажется, смятились только волосы продрогшей вершавянки, Бурсак спросил. В Варшаве и лекер де бронт деспа? Одни блондинки, не так ли? Ее волосам позавидовала бы любая русалка, сказала тетушка. Я совсем не чувствую их тяжести. А так Бурсак чувством давил на ее затылок. Сказала бы, ну, и мадам В. взглянул на тетушку. Я вплету вам волосы букет Васильков. А они уже отсвели, Дементий Павлович, сказала тетушка. На руке мадам В. трогал Дема бриллиантовое колечко, и все это сближало их на мгновение. Уж не в память ли это, какой дорогой слезы, подумал он ревниво. Как тебе, сэджун дам? Это светская дама. Спрашивала тетушка утром. Лицом? Ну, лежаньте, менем. Ну, славная, милая. Видать, безответная. Или на паком лизотых, как другие, необычайно проста. И вести с тем грон дам. Светская дама. Женщина вполне хорошего тона. Города, как полячка. Но она русская. И наши казаки не беспеси. И скучно. А у моря даже чужие люди чувствуют себя далеко не чужими. Завидую, тетя Лиза, вашей фантазии. Фантазии там, где надежда. Вы думаете, они у меня есть? В твои-то годы и безнадежда, дема. Я сама была молода. Фраши, бьем, портан. И аля, де, ле, може сьем. Свежая, здорова. Фантазерка. Никогда не была удовлетворена тем, что имела. Но счастье ли люди сближаются? Об этом будешь думать, Екатерина Дарьи. Живи по сердцу. Не поощряй в себе минорных мыслей. Спасибо за добрый совет. Чтобы ты знал. Она вышла замуж, как выходит большинство из нас. Услыхать от человека, вы для меня дороже всего в жизни. Я всецело отдаю вам себя. Самая счастливая минута для барышни. Лучшие дачи стояли на высоком берегу. Недалеко от старинного кладбища. Край стола. Назвали Анапу греки или турки. Никому из дачников и в голову не придет, что ходят они по костям. Вдали, внизу, книзу за греческими харчевнями и магазинами застревала в болотистых озерках речка Анап. Мимо Дюн-Бемлюка протопталась дорога на Витязева, греческая Анатолия, Джигинку, Старотитровскую, разбегаясь потом к Тембрюку и Тамане. Где-то у Витязева или поближе, возле бывшего азиатского рынка, невольниц, отец нынешнего наказанного Тамана по прозвищу Бабука защищал от горцев пикеты. Во времена атаманства Бурсака, далекого предка Демы, она поотбили у турок на пять лет. А теперь Дема гуляет с мадам Вэ и говорит о графине Тарновской. С Варшавянкой он со смирением читал на мраморных памятниках надписи, но все поглядывал на ее глазки, искал хоть какой-нибудь намек на интимный вечерок. Сочувствие чужому праху не отнимало жизни, в которой торопились успеть все. А вот, подзывала мадам Вэ Дему к плите, «Чем ниже, мелочней, ничтожней все земное, тем выше ты в глазах моих». Графиня растопчена мужу от жены. И, кажется, такая нежная любовь была у них. «Неизвестно», – ответил Бурсак, нисколько не думая о словах мадам Вэ. Она, наверное, тоже не слушала его. Она чувствовала лишь, как рука обняла ее плечо, и не ради утешения, вздоха о скоротечности жизни, а со значением, с намеком, что он желает сближения. То есть, какой-то туман, Бурсак видел кресты, и от нежности не мог взглянуть на мадам Вэ. А она что, сдрогнула? А вон еще, тихо освобождаясь от его руки, сказала она и прошла вперед. И этот неохотный шаг вперед и походка ее были согласием, позволением идти за ней и класть руку на плечо еще и еще. Но Дема боялся спугнуть ее назойливой откровенностью. Зачем же гибнет все, что мило, а что жалеет, то живет Лермонтов. Вы любите Лермонтова? Да, сказал Бурсак. Он написал о нашей Тамане. Он давно не брал в руки Лермонтова, но зачем было принижать себя? Перед закатом он неожиданно заснул. Сон был какой-то горький и проснулся. Дема сам не свой. Бывает так, откроешь глаза, а в окне последняя алая полоса. И вдруг станет горько, вернутся унылые мысли, с которыми ты прилег на минутку. И чего-то жалко, как будто проспал в свой божественный миг. Не украли ли за этот миг, за окном, твое счастье? Не пролетела ли высоко твоя жарптица? Я в нее влюблен, подумал Бурсак. Ну что ж, она не рядом. В гостиной разговаривали от Орновской. Когда мы холодны к мужу, говорила тетушка, легко дать обещание в Берлине или в Париже какому-нибудь Прилукову. Но зачем заставлять его страховать свою жизнь на пятьсот тысяч? Мужчины должны выносить любое страдание, причиняемое любимой женщиной. Мадам Вэ положила ему на веранде записку. Запиской в руках он и заснул. Мадам Вэ надеется, что господин Бурсак не забыл свое обещание принять участие в сегодняшней вечерней прогулке и не заставить себя ждать. Слова светского обращения нужно было перевести дважды. С французского на русский и с русского на язык любви. Мадам Вэ благословляла его на нежные порывы. Он уловил по ее лицу, когда вошел, что она ждала, волновалась. Что-то будет у них, но когда? Надо высидеть долгий вечер, развлекаться разговором, ужинать с вином, а после настанет минута растерянности, если мадам Вэ сама не подаст знак Дема простится и уйдет спать ни с чем. Так и было. Три часа они ужинали с тетушкой, поднимали бокалы за Анапское небо, за воспоминания и один раз с шаловливого намека тетушки за блаженство любви. Правильно говорят, женщина всегда роман. Надо, чтобы каждой минутой жизни рождалось новое увлечение. Ни одно не утрачивалось. Когда я была маленькой, мне подарили красивую вазу. Я ее разбила. Я плакала. Мама утешала. Ничего, деточка. В жизни еще не раз что-то расколется. Я думаю, сказал Бурсак, с тех пор большего несчастья у вас не случалось, тетя Лиза. Я прожила красиво. Все грехи, казалось, таяли в озорной невинности тетушкиных глаз. осуждать ее было бы так же напрасно, как ту цыганку, которая гадала у храма Толстопятого. Мне еще рано носить чипец. Ах, как хорошо теперь в Париже. В мае Париж был весь лиловый от цветов. Тетя Лиза, корил я, Дема, весной хорошо и у нас. Со всех заборов свисает сирень, дворы в сирене, площадь вокруг Александра Невского собора усеяна ромашками. И такие же лавочники, персы кричат «Восточные сладости, восточные сладости». «Приезжайте», сказала мадам В. «Ну, конечно, в Катериндаре нашей тете некуда ходить в шелковом платье с вырезом, анкер, сердечком. И для кого медальон с черной жемчужиной, наикольца и портбонер на руках? Через нашу Кубань малый палку перекинет. Рекоряда мою не чувствуешь, а сена «Ну, нет у Викторинодара портных, мой племянник язвит, не придет ли моя очередь?» Тетушка перевела взгляд с бурсака на мадам В. «Я навыражу». Тетушка встала и вышла. Без нее они как-то оцепенили в молчании. Они столько просидели ради этой минуты, и она вдруг стала тяжестной. Дема мысленно звал тетушку назад. Мадам взглянула на него и тотчас опустила глаза. И так же, как на кладбище, когда она отняла плечо, Дема почувствовал ее согласие на то, что тетушка провозглашала в тостах. Ее худое личико пасмурно светилось и призывало к себе. «Я замечаю», начал Дема, «что вы зовете лаван терристо? Отчего вы грусты? Кэльвен тель амур, так? Какой вина такая любовь, так?» Нашлась мадам, но с волнением покачнулась на его голос. «Нет, вы скажите», вдруг расхрабрился брусак, «Кэльвен тель амур, а вы лаван терристо?» Она повертела пальцами бокал на столе. «Ми? Желамо то есть эву?» «Да, мне грустно, а вам?» «Окей, заве женес», продолжал говорить брусак по-французски, так бы было легче. «Ресес и дебозьё, а вы ламо лист, вы такая молодая, богатая, с такими прекрасными глазами, и у вас грустная любовь?» я же сказала, да-да, за что вас наказала богиня любви?» «Я у неё не спрашивала». «Ах, она нехорошая!» «Можно любить человека и не быть счастливым возле него?» «Всегда ли нужна взаимность?» «Ах, ну где же ваша тётя Лиза?» «Она обернулась в ту сторону, куда вышла тётушка. Её правда называют у вас сказкой города?» «Ну, каждый в это вкладывает свой смысл». «Знаете, как король лир? Каждый вершок король, так и она. Каждый вершок женщина». Мой дядя был слишком казак, и за тонкими чувствами она кидалась к другим. «Я её понимаю», сказала мадам «Вы, мы томимся, любовь, молодость, счастье, и долго ждём, и вдруг поздно, поздно, в ваши годы, Брусак не добавил вам всего двадцать семь, «Мьё вы так кеджаме лучше поздно, чем никогда». А по-моему, «Мьё вы жаме кеджаме лучше никогда, чем поздно». «Что вы за притча такие?» Мадам вы могла, но не хотела рассказывать свои тайны. Ещё было не время. Там, где-нибудь на берегу, когда будет не видно её глаз, она скажет ему всё с той простотой и облегчением, которые приносят желание близости. И они встали и поскорей, чтобы не окликнула тётушка, вышли через сад к берегу. Луна уже выбросила на воду белую дорожку. Мурсак обнял мадам В и поцеловал в висок. Она в ответ взяла его за руку и пивела вдоль кручи, уже обещая ему в окромный час что-то волшебное. Муж много старше меня, заговорила она, смелее и громче, словно оправдываясь маленькой вольности. Ухаживал за моими ножками три года. Вдруг как-то приехал и позвал замуж. Папа дал согласие. Была помолвка, он уехал. Иду я по Киеву, я из Киева. Такая тоска, такая тоска. Не могу понять. Все кажется, как мечтала, почти любила. Ну, тоска, тоска. Мурсак жалей ее больше, чем она себя ласково перебирал пальцы ее левой руки. Он глупел от ее глаз, поддавался ее настроению, и со светлой меланхолией, Влад ночи, и Влад каким-то героем книг, уж, конечно, не Толстовским и Андреевским, многозначительно ронял. Для счастья одного дня мало. А где искать вечного? А что, если бы вам сказали наперед? Сегодня последний день вашей жизни. Последним днем я бы сделала тот, в который бы убедилась, что любима так же, как сама люблю. Уже много было разговоров, и утром голова была пуста, ему казалось, что мадам выдумывала свои рассуждения с той уже привычкой, что и другие, у кого вся жизнь уходит на разговоры, встречи, и тоскливые ожидания чего-то. Но мысли эти он тут же забывал. Не дай Бог, они еще расстроят ему приятные надежды. У того места, куда приобрели через час, у тех самых каменных русских ворот, где было когда-то пусто, потом может гуляли греки, потом бились турецкие смельчаки, где при атамане Бурсаки взвился кейзерфлаг, знак русского владычества, куда Бурсак никогда больше не приезжал, он во тьме поцеловал ее. Через пятьдесят лет она, снимая с этих ворот на память, вспомнила, что он сказал тогда. Вам хорошо со мной, мой друг? «Между нами не дружба, а любовь», ответила она. Поздно ночью они расстались в саду, уже обрученные своей тайной. Всю неделю Бурсак теперь ожидал ее в сонный час под высоким орехом. Они хитрили перед тетушкой, в одиннадцать часов по обыкновению прощались. Бурсак в своей комнате гасил лампу и лежал до половины первого, думал только о том, как бы не уснуть. Потом тихо выбирался в сад, уже тетушка спала. Ночи настали безлунные и в потемках, натыкаясь головой на ветке яблонь, было опаснее идти в угол, но зато с какой страстью ловил он ее мягкий шорох приближения. Она всегда опаздывала минут на десять. За одни минуты ожидания можно было ее помнить всю жизнь. Бурсак звал ее шепотом поскорее выходить из комнаты, заклинал тетушку молитвою не пробуждаться. Он, кажется, слышал, как мадам В тихо спускалась по ступенькам. Еще две-три минуты, и она тенью возникала рядом, прижималась к нему, чуть дыша. Дыша сто лет назад Шопен предсказал нашу ночь. «Если мы будем в санатории во имя Христа Спасителя, я тебе сыграю эту пьесу». Они уезжали в один и тот же день, он утром, она в полдень. В дороге прочтешь, она вынула из Черепахова в портмане конверт, Мурсак с осторожностью принял, а лучше в Екатеринодаре. Однако он распечатал конверт под станицей Крымской. Отчего мне было суждено узнать, «Это так поздно. Зачем судьба не избавила меня от многих бесплодных страданий? В то время, как я привыкла быть одинокой в своей семье, она послала мне тебя. Для чего? Чтобы испытывала потом мучительное раскаяние? Но судьба ошиблась. Я счастлива. я хочу жить. Мне мил свет Божий. Я прошлого не помню. Или нет, я его не чувствую более. Не хочу думать о будущем. Мне хорошо сегодня. судьба. тебя, чем отблагодарить мне тебя за миг твоей прекрасной любви. Я награждена твоими мимолетными признаниями, твоей искренней мимолетной нежностью. Я счастлива буду и в Варшаве. Прощай. Ты, был ли ты, была ли я, прощай. Они прощали всю ночь. Тетушка послала ей в комнату графин вина Изабелла, внизу за речкой Анапкой клокотали лягушки. Последняя ночь они говорили по-французски, как в самом начале, когда проверяли чувства друг друга. Для первых признаний русское слово было слишком нагиб, а теперь стало бы слишком печальным. один раз всего заговорила она на русском. Ой, не забуду, как я в первую ночь после свадьбы потребовала, чтобы прислуга моя ночевала у моей кровати. привыкла, она была уже в летах. Я не понимала, почему я должна остаться на ночь с мужем одна. Что теперь от той барышни? На тетушкиной даче под Елизаветинской демо безутешно страдал от разлуки с мадам В. все слышал ее слова и воображал, как она тоже страдает без него в далекой Варшаве. В Анапе она сразу, она ему не лгала, ей было с ним хорошо, но он не знал, что уже в декабре, а потом в марте, в июне, в Петербурге она так же не лгала веселому Улану и говорила, как вскучно ей было в августе в Анапе среди греческих кофеен и казачьих старых генералов. Все познается в сравнении, вздыхала она перед подругой на английской набережной. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова